Здравствуйте, туристы и милитаристы! Миру мир нет войне! Сегодня, по моим прикидкам, у нас 6 сентября должно быть, если все пойдет как надо. И на завтра, на 7 сентября, назначен релиз ножа Балтаир Сививи. При этом, я знаю, что в интернетах его уже вовсю продают. Здесь какая-то получилась нестыковка, потому что вот так. Потому что, по факту, 7 сентября именно будет релиз этого ножа, но его уже можно найти. То есть, вот так случается. Значит, Балтаир, это вообще-то у нас шотландец. Такой очень мощный, сильный боец, предводитель армии, лидер, вождь. В общем, такой прям вот. И, конечно же, нож своему имени подстать. Сейчас я вам начну показывать. Я вот просто хочу сказать, что на этом ноже есть масса каких-то приколюх. Надеюсь, что я вам все их сейчас покажу. Симметричная, темная, глубокой посадки клипса. Полностью рукоять у нас скрывается в кармане. Клипса у нас переставляемая под левую руку. Двухпозиционная, кончиком кверху, типап. Под правой, под левую руку. То есть, здесь вот у нас вот здесь. Такой, такой вот, такой гнездышко для клипсы. Сразу скажу, кстати говоря, я не знаю, хорошо вы меня слышите или нет, потому что очень шумно. У нас сегодня, обещают, 12 миллиметров осадков. То есть, это будет, это будет что-то фееричное. Но сейчас уже еще не 12, но уже такой ливень зарядил хороший такой, сильный дождь идет. Так вот, в чем еще прикол этого ножа, помимо размеров? Я вам сразу же скажу, это в его мегкарте. Специально понимая, что вот здесь вот у меня в искусственных условиях, под искусственным освещением, я вам толком ничего не покажу. Я специально снял коротенький кусочек, именно чтобы вы полюбовались мегкартой. Посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok То есть, такое большое расстояние между вот этими вот нитями, и она такая слабо шершавая и очень-очень красивая. Особенно, когда такое прямое освещение. Следующий момент, следующий момент это, ну, то, что про клипсу я вам сказал, бэкспейсеры отсутствуют. Очень сильно здесь вырезаны лайнеры. То есть, производитель сделал все для того, чтобы нож стал легче, хотя нож весит просто дохренище. Все почему? А вот все потому. Потому что он такой здоровенный на самом деле. То есть, это совершенно не CVV-шный формат. Это совершенно не... То есть, учитывая китайские законы, этот нож ориентирован исключительно на заграничные продажи. Потому что здесь 101 мм в клинке, а в Китае больше 90 не делают и не продают. Для Китая имеется в виду. Конечно же, вы уже сразу бросились писать мне о том, что это иммортал. Я могу сказать так, ребята, что чисто внешний клинок, конечно же, похож на иммортал. Но он более тантоидный, он не симметричный. И здесь гораздо проще и гораздо удобнее рукоять, чем у иммортала. То есть, тут вообще как бы... Ну, но издалека я понимаю, что кто-то уже начал писать. Итак, Балтаир CVV. Номер модели C230243. Дизайн CVV. Длина 231,7 мм. Длина клинка 101 мм. Ширина клинка 36 мм. Толщина клинка 3 мм. При спусках, будем... Посчитаем где-то где-нибудь так... 22-23 мм спуски. Это вполне себе резательный нож. Но, конечно же, с таким запасом дубоватости. Дубоватости таким. Финиш клинка Black Coating. Что бы это ни значило. Вес 230,3 грамма. Сталь... Подождите, я перепроверю. Так, перевзвесил. 155 грамм нож весит. На самом деле, я думаю, что я лоханулся. Я писал с инфолистка. Скорее всего, я взял вес в упаковке. 230 грамм. Вот. 155 грамм. Я взвесил именно сам на своих весах. Сталька 14C28N. Всем нам знакомый и любимый Сэндвик. 58,60 единиц по шкале Рокула. Заявлена твердость. Рукоять. Холстяная Микарта. Замок. Лайнер. Лок. Блин, как мне нравится здесь механика. Здесь просто керамика летает нож. Потому что, с учетом того, что вы понимаете, он очень такой массивный клинок. Действительно, серьезный такой крепыш. У нас здесь плавник мы можем использовать как триггерный на себя движением. И практически как кнопочный. Почему я говорю практически? Потому что здесь вот этот скос, так или иначе, он немножко палец ваш все равно направляет под углом. Не четко полностью. Но даже если вот практически под 90 градусов нажимать на вот эту вот кнопочку, у нас клинок вылетает. И за счет именно его вот этой вот массивности очень-очень приятная такая идет отдача в ладонь. То есть в данном случае, конечно, если вы не боитесь напугать кого-нибудь до усрачки в своем там офисе или где вы там находитесь, здесь действительно флип очень залипательный. Я не знаю, поскольку раз я вот на таких обзорах флипую именно на камеру, но по-моему немеренно. Так, и стоит все это удовольствие на сайте cvv.com 78 баксов. Я вам скажу, ребята, что это для меня была приятная еще одна приколюха. Почему? Потому что cvv, оставив в бюджетной нише, ну компании вы и cvv, cvv это середнячок, оставив в бюджетной нише сенкат, они очень так идут, именно у них ценник обычный, привычный нам, немного до 100. И здесь, если бы этот нож стоил там 110-105 евро, это было бы совершенно понятно, потому что он действительно вот такой вот, какой он есть, но он стоит меньше 80 баксов. То есть, если вы где-то еще подхватите какой-то скидосик там в виде, я не знаю, чего бы то ни было, то получится очень приятная цена. Что, как говорится, подсказывает мне моя практика? Мне моя практика подсказывает, что когда речь идет именно о ножах компании CVV, кухонная нарезка, она получается вне зависимости от линии режущей кромки и вне зависимости от толщины клинка по обуху. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот невероятно прикольные вот эти вот штучки, то что ниточки, видите, они там и сям немножко так вылезают из самих накладок. Я понимаю, что все это все это в карманов, я понимаю, что все это в карманов, я понимаю, что все это в кармане полирнется, но сейчас выглядит классно. Кстати говоря, микарта, она такой натуральной шероховатости, она не полированная, но и без какой-то специальной текстуры, за что семивишникам огромное спасибо. Почему? Потому что вот эти вот именно вылезающие нитки, нити, они именно и создают вот эту текстуру. Если воспринимать Бальтаир как некий Балтаир, Бальтаир, у меня привычка просто смягчать это, потому что у меня постоянный контакт с эстонским языком в жизни, и я ЭЛ, как правило, смягчаю где надо и где не надо. Так вот, если воспринимать Балтаир как именно тактический нож, здесь, может быть, хотелось бы увидеть, прошу прощения, какой-нибудь там стеклобой, что-нибудь эдакое внушительное, но на самом деле не надо. Рукоять очень приятная, здорово, что здесь ничего не наминает, ничего не вылезает. Дальше, дальше, следующая приколюха, это, конечно же, вы уже увидели вот этот вот чойл. Чойл получается, вот аккуратно, конечно же, с упором вот сюда в плавник, но получается молоточным хватом поставить указательный палец без перчаток в этот чойл. Соответственно, максимальное усилие будет прилагаться при строгании. Если вам некомфортно, если вы переживаете за палец, пожалуйста, взяли обычным молоточным хватом, но при этом, конечно, немножко будет крутить, потому что уже расстояние здесь будет более существенным. Диагональный хват разбойничий, ну и при таком-то кончике совершенно понятно, еще бы выточить верхнюю вот эту кромку, ух, была бы тема. Отверточный хват здесь менее комфортный, чем диагональный, потому что рукоять широкая, здесь не спасает даже вот эта выемка. То есть при отвертке нож сидит в руке уверенно, но при диагонали гораздо-гораздо комфортнее, гораздо мощнее. Обратный хват здесь прям такой, прям, можно сказать, что как на фиксиде, такой прям очень военный обратный хват. То есть на самом деле нож получился невероятно такой вот под немаленькую руку ухватистый, серьезный инструмент. Сейчас, конечно, последуют реплики из зала на тему надежности лайнер-лока и прочее, прочее. В данном случае, ребята, опять вспомним историю Калоева, у которого не было вообще никакого замка на ноже. И здесь, мне кажется, что-то мне подсказывает, что если мы берем именно чисто какие-то протыкательные моменты этого ножа, то здесь настолько протыкательная геометрия сама по себе. Тут у нас фальш-лезвие, все дела. Вообще, весь такой переливается разными кромками. Я думаю, конечно, премиум-версию этого ножа увидеть бы в диагональном, горизонтальном и вертикальном сатине. Ух, он заиграл бы красками. Но при такой же рукояти, чтобы именно такая была здесь микарта. Так вот, здесь настолько сильный протыкающий какой-то именно потенциал у клинка, что при именно каких-то вот таких вот движениях, куда бы то ни было, во что бы то ни было, вам не захотелось бы этот нож воткнуть, нагрузка сама по себе на лайнер не успеет создаться. То есть, я не буду там дальше этого сферического коня, как говорится, разгонять. Но по факту здесь именно сам по себе какой-то тычок, какой-то укол, он произойдет гораздо раньше, чем в принципе какая-то пойдет нагрузка на лайнер. Но опять же, каждый сам для себя решает, что ему нужно. Шпиньковое раскрытие более такое жесткое, более такое прям именно агрессивное. Агрессивное и плавниковое более такое именно, что приятственно, чтобы именно почувствовать весь кайф этой механики. Ну и еще раз покажу, посмотрите, лайнеры просто вот сделали по факту, просто такую арматуру вместо лайнера. Молодцы, постарались. Поэтому я обратил внимание на какой-то несуразный вес. Спасибо за просмотр, всего доброго, пока. Продолжение следует...